Олимпиады 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 Что такое цена валюты? Что такое валютный курс? Это цена одной валюты? Цена одной валюты на... В другой валюте. Да, в другой валюте. Ну, то есть, мы с вами знаем, что, ну, так, классически доллар стоит сколько? 7,20. Да. И вчера он так, пу-у-у-у, да, и вверх взлетел. Ну, значит, все аналитики говорят, вы сильно это покажете, ну, подождите, да, это одномоментный такой скачок. О метаморфозах валютного сектора, работе фондовых бирж рассказывают так, что даже ребенку понятно. Светлана Сафонова несколько лет тренирует учеников 31-го лицея. За это время наставнику удалось воспитать больше 100 призеров и победителей Олимпиад по экономике. Я сама люблю о сложном просто. Ну, мы играем, кстати, на уроках. Мы моделируем ситуации. У меня в этом году впервые седьмой класс. Я обычно брала восьмой, а в этом году у меня седьмой класс. И у нас как раз там есть блок экономики. И вот последний урок, который был у нас, мы говорили с ними о производстве, мы говорили с ними о затратах. Это вообще серьезная тема. Это, правда, сложная и серьезная тема. Ее проходят на втором курсе вуза. И то, в общем, сложно идет у студентов. А здесь мы с ними создавали книжное издательство, мы делали с ними книжки. Вот. И я вот на таком простом примере мы с ними разбирали, какие затраты бывают. Вот. Книжки делали очень просто. Брали лист А4, рвали его на несколько частей. У нас получалась книжка, мы ей делали название. Вот. Значит, мы определяли, сколько она будет стоить. А потом мы говорили, а кто участвовал? Там сидела четыре человека. Значит, есть трудовые ресурсы, да. У нас была ручка, у нас была линейка, у нас там, значит, была парта. Это что? Это капитальные ресурсы. Ну, в общем, вот на каких-то таких совершенно простых примерах. А потом очень легко идут, ну, как, относительно легко, но легко идут какие-то уже такие вот профессиональные вещи. Когда мы там вводим формулы и все такое. Но они уже сами попробовали. И, в общем, гораздо проще это все идет. Поехали. Значит, функция спроса у нас QD 10 минус P. А функция предложения минус 5 плюс 2P. И правительство вводит фиксированную цену. Пофиксированная. Пофиксированная. И что произойдет? Паша, мы уже предъявляем цены в объеме продажа. Так, ну что делаем? Первое, что делаем? Находим. А, ну, пожалуйста. Да, можем подставить. Школьники в этом разбираются лучше своих родителей. И когда мы с ними начинаем вот про это говорить, у меня папа все время спрашивает, что делать с деньгами. Вот, то есть, семиклассник, шестиклассник дает советы своим родителям. Вот, то есть, на самом деле, это очень важные знания такие. Они прямо идут по жизни с человеком. И, конечно, школа могла бы помочь. У нас, к сожалению, не курс экономики читается в блоке общества знания. И, ну, в нашей школе у нас есть еще кружок. Вот, и поэтому, конечно, мы этими делами занимаемся. Ну, и плюс ко всему понятно, что наши дети им попроще, лицеистам, потому что они обладают еще математическими знаниями. И, конечно, там, предположим, я им не объясняю, что такое проценты. Они их знают с математики. Вот, но как раз вот благодаря тому, что они умеют это очень быстро понимать, как раз вот экономические вещи я могу им очень просто объяснить. И у нас правительство установило 10. Фиксированная цена 10. Если ответное предложение на 10 больше, чем спроса. Значит, а и сколько будет продано? Продано будет 16. Отлично. Показываем здесь. А ты боялась. На занятиях экономики Светлана Викторовна объясняет какие-то сложные темы через довольно легкие вещи. То есть довольно просто разобраться в этом. То есть какие-то реальные проблемы, которые происходят в мире, ты их понимаешь через экономику. 21-й год был мегауспешным для воспитанников Светланы Сафоновой. Победы были не только на всероссийском уровне, но и на международном. Была международная олимпиада. Она проходит в этом году. Она была четвертый раз. И наш ученик Боря Иванчиков, он... Ну, там очень серьезный отбор. Прям мощный отбор такой. Вот он его прошел. И потом сама олимпиада. Он стал серебряным победителем олимпиады. После этого была еще одна очень серьезная олимпиада. Она такая, знаете, она не считается школьников олимпиады международная. Она международная олимпиада молодежи. И в этой олимпиаде уже участвуют не только школьники, но и студенты старших курсов. То есть там, например, в некоторых командах были ребята, которым 21 год. Вот. И вот здесь он стал золотым. А ведь когда-то Светлана Сафонова и не думала о фондовых рынках и курсе доллара. Окончив ИСТФАК, работала учителем в одной из городских школ. Потом появилось желание заняться бизнесом. Тут все и началось. Совершенно случайно попала на семинар по экономике. Мне просто до такой степени это просто понравилось. И самое главное, я поняла, что я могу остаться в школе. В общем, я люблю это дело. И буду заниматься своим любимым делом. И все. И дальше началась учеба. Я училась в высшей школе экономики. Я училась в такой есть международный центр экономического и бизнес-образования в Москве. Я у них училась очень много. И тоже так интересно все получилось. Потому что директор этого центра, он выпускник 31-го лицея. Это уже потом узналось. И когда-то он закончил нашу школу, уехал в Москву. И в общем, он физик. Тоже ушедший в экономику. А потом училась у американских коллег. А потом я училась в Венском университете. Ну, в общем, вот. И я очень люблю учиться. И вот, я думаю, что буквально вчера я подала заявку в свободный университет на экономические курсы еще. Педагоги 31-го лицея считают, что учитель должен всегда учиться. Неважно, у своих воспитанников или профессионалов. Учитель сам должен постоянно совершенствоваться. Мне очень интересно. МГУ интересные курсы проводит. Высшая школа экономики интересные курсы. Чтобы преподать детям интересно, учитель сам должен очень хорошо знать материал, в нем разбираться и знать какие-то изюминки, которые могли бы зацепить. Потому что учитель на истории, на общество знаний – это такой небольшой актер, который должен преподать так тему, чтобы ребята, вообще на любом уроке ребятам должно быть интересно. Кто являлся Петр Первый для истории России? Чудо, которое полностью перевернуло ход истории? Или чудовище, которое пыталось вместить Россию в определенные европейские рамки? Полностью изменив ход истории? И сегодня на уроке мы должны подумать, что сделал Петр Первый для истории России и как развернулись основные события в начале 18 века. Несмотря на то, что у нас физико-математические лицы, ребята активно участвуют в Олимпиадах и гуманитарного цикла. Это экономика, это история, это общество знания, право. Мне вообще не нравится вот это деление на гуманитариев и физиков-математиков, потому что если ребенок умный, то он умный во всем. И мои ребята, которые замечательные призеры Олимпиад по физике, по информатике, они увлекаются историей, они любят историю и всегда знают, потому что они, кстати, много ездят на сборы по стране и увлекаются историей. Впрочем, и сами педагоги не отстают от своих одаренных учеников. Сразу несколько учителей из 31 лицея стали победителями Международной Олимпиады профи. Это международная Олимпиада, в которой могут принимать участие учителя разных предметов. Но я принимала участие как учителя математики среди учителей математики России и даже какого-то ближнего зарубежья. Поэтому это Олимпиада, в которой проверяется профессиональный уровень знания, умения учителя. И те ученики, которые учатся у меня, тоже где-то являются для меня стимулом, из-за которого я, в принципе, принимаю участие в таких Олимпиадах, потому что дети, которых я учу, действительно очень способные, талантливые, и дети, которые сами принимают участие в большом количестве Олимпиад. Вот, поэтому, на мой взгляд, я не могу им не соответствовать. Урожай наград ожидаемо собрали учителя математики. К Олимпиаде многие готовились больше месяца. Задания и решения были непростыми. Виктор Фролов, кстати, уже в пятый раз участвовал в интеллектуальных состязаниях профессионалов. Каждый раз это что-то новое и вызов. И бывают задачи, которые там, ну, понятно, тут эффект везения все равно присутствует. Когда-то, значит, какие-то более удачные для меня лично задачи попадаются, когда-то нет. Но в любом случае это новые задачи. Для меня полезно почувствовать себя учеником в том плане, что это вот, например, я испытал на Олимпиаде, на первой профикрай, на первой Олимпиаде, на которой я действительно мог добиться результата, я испытал очень сильное предстартовое волнение, которое дети у нас, старшеклассники ежегодно его испытывают там на ЕГЭ и так далее. То есть это интересно. Чтобы я что мог посоветовать ребятам, ну, не испытав такое самостоятельно, тяжело давать какие-то советы. Тут не такие задачи жизненные. Ну, то есть она не используется для меня, да? Ну, используется, ну, там, инженерами, там, это запрограммировано все в калькуляторах, вот это все, там, вот банковские эти, там, в банках. Ну, банкиры сами не знают, как это работает, понятно, что это математики делают обычно, а этим просто пользуются. То есть не каждый работник банка знает, как устроен кредит на самом деле. Олимпиада проходила в дистанционном формате. Выполнение заданий фиксировалось на камеру. Техника дала сбой у преподавателя английского Алины Гришиной. К счастью, накладка не повлияла на итоговый результат. Произошел казус, такой инцидент. Программа, которая должна записывать экран, она записала не весь мой экран и какую-то часть почему-то просто обрезала. И я до последнего момента, до подведения итогов, не была уверена, засчитают ли мои результаты, потому что могли бы и не засчитать, в связи с тем, что у меня кусок экрана почему-то оказался отрезан этой программой. Хотя на тренировочных испытаниях все было хорошо. Не знаю, с чем это связано. Причем не у меня одной. Я потом выяснила, что это у многих была такая проблема, но все хорошо в итоге. Ну вот техника, техника может подвести. Ни для кого не секрет, сейчас сильнейшие вузы нашей страны отбирают выпускников крайне тщательно. То есть, не имея олимпиад, поступить на топ-специальность в топ-вуз практически невозможно сейчас. Но кроме того, дальше конкуренция не заканчивается. Обучаясь в вузе, уже есть какие-то стажировки. Понятно, на любую стажировку есть такой же отбор. То есть, конкуренция везде и среди работодателей тоже. Поэтому это, конечно, это утомляет, но к этому привыкаешь. И вы знаете, однажды мне ребята сказали девиз наших учеников. Я сначала его не понял. Если ты думаешь, что у тебя не хватает времени, нагрузи себя еще больше и время появится.